Изначально традиционно это было настоящее золото, но теперь мы, конечно же, можем наносить и искусственное, и химическое золото, ну, что и говорить, конечно, настоящее душу. Вы летаете в Кокманду, и вы можете найти в Кокманду, найти магазин, в котором продается настоящее золото, гражей, и в странах. И вы действительно найдете в Кокманду, вы не сможете найти это золото, но это золото. И действительно, если вы найдете там настоящее золото, вы будете удивлены, что это действительно правильный магазин, но это правильный магазин. Ну, а first, of course, you can do first bigger services, because all the nice furniture on it, or the bigger offerings can be these golds. Золотом покрываются сначала большие плоскости, это обычно какая-то гниль, как столик, допустим, которые участвуют в изображении танка. Или какие-то плоскости, типа сосуды, какие-то ребуты, это покрывается золотом, и в таком случае эти детали обводятся тёрно-красных цветов. Золото наносится тонкие, красивые узоры под одеждом. И вот уже ваша танка близка к причанию, а в конце, конечно же, золото полируется. И когда вот это всё сделано, изолоно, полировано, всё ещё на открытых глазах, да. Для открытия глаз вы выбираете особый, очень важный день. И это может быть день рождения или день смерти вашего учителя. Волоно, 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 какой-то особый юбилей учителя. И вот в тот момент, когда вы открываете глаза, изображению кукты, этот момент считается таким, как будто бы вы вдохнули жизнь в ваше изображение, одно стало живым и будто смотрит на вас. И если это гневное изображение, и вы ему открыли глаза, тогда даже можно немного его удивляться. А если это гневное изображение, и вы ему открыли глаза, тогда на него можно смотреть часами и часами согласны. И последний, самый последний момент, это когда вы ставите специальные слоги на три чакры, на головную, головную и сердечную. Это наносится на задней стороне танка. Итак, мы в ситуации, в том, что мы не должны идти, или должны идти в Индию, или в долгое время, но в других странах мы должны участвовать танка пинти. Так что учителя уже приехали на запад. Мы теперь находимся в очень счастливой ситуации, когда не нужно ехать в Индию или в Папал, чтобы обучиться живым в Ситанке, потому что учителя теперь уже приехали на запад. Итак, я был хорошим результатом, чтобы учителиться очень в большинстве, очень великий, великим мастер, пинтического мастера. Я была очень удачлива, и я встретила очень больших учителей в Ситанке, которые пришли в Белгию. Первый учитель был Бейбер Лама, он приехал в Белгию. И он остался там, если в Ситанке, Но это было очень дорого, очень долго, потому что иногда я вернулся, и вернулся, и вернулся. И потом он ожидал, что у него было много троллей. Таким образом, в большинстве троллей он сказал, пожалуйста, посмотрите. И чтобы показать, что у него было не правильно, он использовал черный пупо-порт, чтобы коррегировать. Это было страшно. И когда он видел, что там есть ошибка, сделал неправильно, управлял все красной ручкой. Не жалея, ученики взлали. Очень важна традиция, в которой вы живете. Таким образом, Кейганаму также, из-за его третьей традиции, он это дал студентам в Вест. Его главным успехом является Тарфон. И так, Гейгалама передавала свою традицию. Очень много западных общих летам. И настоящим любоприемником является Кейгус, который сейчас женат на Галантке и живет на западе реки. Он живет в Галантке. Он живет в Галантке и учит и продолжает линию, дает линию. Таким образом, это очень важно, к которому вы даете поселения или позволения, чтобы учить. Таким образом, он очень важно, кому художник дает разрешение продолжать его линию и продолжать учить. Кейгалама был с этим очень-очень аккуратен. Таким образом, опять-таки, один парень у меня был в Гейгаламе в Галантке, в Непал, и я дала ему литер, и он просил его помещение, и он сказал, что я уже научился. И, счастливее, я получил ему литер, и он мне дала ему литер, и он сказал, «Ой, вы можете это сделать». И потом, две недели, и он сказал, «Ой, вы можете это сделать», «Ой, вы можете это сделать». Со мной было так, что, я уже начал учить жилу, виситалка передала моему учителю, передавая письмо на Пал, с просьбой ответить, могу ли я учить, и есть ли его разрешение, одобрение, и он дал это одобрение, передал это письмо назад, и через две недели будет. Поэтому, это очень важно, что определенная традиция сохранена живой. И в этом смысле, очень важно понимать, что определенная традиция сохранена живой. Таким образом, здесь Танья, Москва, Танья, Марин. Танья живет здесь, в Петербурге. Таким образом, я сказал, «Вы можете обрабатывать мою работу, если я не был там, я не был там. в Петербурге, и Вадим в Москве, и я им сказала, что если у меня не будет, то вы можете продолжать заниматься моими работами». Несколько человек, из моих учеников, я приглашала в Сибирь домой, в Голландию, они жили у меня дома, и рисовали, я их вела, и они пошли с тяжеловкой прямо у меня дома под моим контролем. И вы должны быть уверены, как ученик, что у вас действительно хороший успех, потому что, если у вас тяжелый работа, то мои родители тоже не дадут. такие, да, в Тебе, и и нужно быть очень аккуратным, важным, что если ученик только пол дело делает, то значит, моя работа с этими неграциями. Итак, книга Гега Ламы называется «Принципы Тибетского искусства», она для нас очень важна, она пишет все в стиле «Карма Габри». Вот здесь, на этих изображениях представлен стиль, который называется «Карма Габри». Для меня это самый красивый стиль, я когда-то бываю совершенно сражена, и с тех пор я это исследую и считаю, что это самый прекрасный стиль. Для меня это совершенно чудесный стиль, потому что в нем есть и пространственность, и чистый цвет, и изящество. За это я особенно поздравляю стиль «Карма Габри». Есть ли вопросы? Есть ли вопросы? У меня есть вопросы. Когда это все очень фанкопом, у тебя можно какие-то исправления делать, или это как бы акварель, то есть все старше, все трудно, все лучше. Но если ты считаешь, то есть и есть на самом деле, то есть чтению сделать стиль, то есть если он что-то сможет сделать стиль, то есть все таки, то есть ли он что-то не изменит, он не изменит. Ваш подход должен быть так, что с самого начала вы делаете каждую деталь максимально хорошо, максимально совершенно. Вы никогда не переходите к следующему этапу работы, не переделав предыдущий и не победя по совершенству, так хорошо бы это поможете. Это значит, что вы должны вкладывать все свое внимание, все свои концентрации. Все это важно, когда вы делаете танку. Это говорит о том, что вы должны вкладывать все свое внимание, все свою концентрацию, все свою осознанность, вы должны вкладывать, делая танку и каждый момент времени и каждую деталь. Конечно, если вы делаете это, что иногда я могу исправить, то это не тащит. Но это не тащит. Вы должны это делать, насколько скоростно. Ну и, конечно, иногда, если случаются какие-то огрехи, то их можно исправить. У меня тоже так и бывало, когда иногда какие-то капли не так не пропадали. Исправляете, но сохраняется отношение, что с самого начала вы делаете все максимально совершенно, насколько можете. Говорится даже, что вы можете достичь просветления, практикуя журу истатка. Истатка, что у нас не значительно? Да, правильно. Какое ответственность? Скажите, пожалуйста, в каких источниках называются тексты? Какая символика должна быть? Интерес, божество. Понимаете, что не интересные. Ну, самое лучшее, конечно, если у вас исключитель, что не человек, который вы можете сфотографировать. Иногда люди сфотографируют меня, и я бы спросил, что у вас есть сфотография. Также можно спросить по почте. Многие ученики пишут мне письма, спрашивают совета. Даже пишут о хорошем цвете и посылают картину, изображение. И вы должны посмотреть на хорошие примеры. Прямо все хорошие примеры. Прямо хорошие примеры. Красивые хорошие примеры. Если у вас есть один или два, вы можете использовать, вы можете изучать все части, вы можете изучать, и сделать это, например, в себе. и потом, следующий раз, вы можете изучить свое, и вы можете изучить это. И так далее, вы можете изучить это. Вы можете изучить это пример, повторить, сделать это. А в следующий раз, сделать свое, немного по-своему. И вы таким образом будете наращивать это. И я изучал, собственно, Я уложила писканка 8 лет, но все равно после этого я вращаюсь с книгами, я вращаюсь с книгами, то есть вращая к ним с вами, я продолжаю учиться вращаться. А вот какие книги? Какие книги? Какие книги? Какие книги? Какие книги? Есть хорошие книги, вполне. Да, Джексон, я не знаю, потому что он использует различные традиции. В общем, можно сказать, что Джексон хорошо. Есть такой автор, Джексон, для некоторых общих вещей он хорош, а что касается его частных вещей, он берет с разных традиций. Бег, который учится, не в Таняк-карте, но он знает, что это Таняк-карте. Он не знает, что это Таняк-карте. Есть такой таняк враче, он написал книги о живописе Таняк-карте. Есть очень много каталогов, приспособления, дикт, 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 дикт. с разных интервью выставок, целыми книгами, издавая на колокольчике. И самое главное, непрерывно смотреть за информацией, везде, где можно искать и смотреть. Начинать и пытаться быть как очевидно. Но, что касается нас, то нужно начать и продвигаться, и сделать все наиболее ясно, насколько это возможно. Вы в этом группе, Таня, которые очень хорошие пейтеры, вы очень хорошие пейтеры. Многие люди, Вадим, очень хорошие пейтеры, но здесь есть несколько пейтеров, которые могут спросить, если вы не нужны мне, то я дала мою частью вам, и, возможно, это последний раз, но я не знаю. Я передала свои полномочия своим ученикам, и здесь присутствовали несколько хороших художников, и всех их можно спрашивать. Что до меня, я думаю, может, я в последний раз сюда приезжаю. Я уже, как бы, свои полномочия передала и свою ученикам. Все люди, которые сидят здесь, или пейтеры, вы можете спросить обучения. Здесь представлены работы разных художников, вы всех их можете спрашивать за собой. Я думаю, что они могут поделиться с нами. Вопрос, можно? Вопрос. Существует жесткий стиль, да? Такое, как откровение для людей, да? Ну, то есть, что тебе скажет стиль, да? Откровение может быть, да? Переживание, которое произошло. Акостиль? Ну, вообще существует языка стиль. Ага. Вот стиль произошел. Как никакое переживание, откровение, если произошло на человека? Как это происходит? Вопрос. Да, у нас много аспектов. Это такой сложный вопрос. Нехто много аспектов. Индия и Непал были очень важны, и Непал были очень важны для танка-пейтинга, то есть влияние. Индия и Непал были важны для становления искусства живописи танка, и в этом искусстве есть сильное влияние индийского и липальского искусства. Индия и Непал были привыкли к Тибетам. Индийского и Непальского искусства уже передались в Тибет. История, что в Виккей, в таком случае, люди, были в Непале, и они привыкли своих собственников, и так далее. Это было в начале. Также считается, что ключевой момент был, когда знаменитый тибетский король Суранзен Гамко женился одновременно на китайских и непальских принцессах. У него были две жены. Каждая с собой привезла ремесленников и мастеров, и они дали толчок становлению тибетского искусства. История, конечно, у них были более женские, поэтому, что они сейчас более женские, это мероприятие, что они позволяют делать, что они также получают возможности. История также является некоторым чудом, что раньше художниками были основном только мужчины, а сейчас очень много художников и женщин. И вот это как-то поменялось чудесным образом, и женщинам теперь также возможно передавать этот вид искусства. В основном, художники в основном воспитывались и получали образование в монастырях. И иногда, когда люди, которые были успешены, то, что они могли бы помочь им, и тогда вы могли бы помочь им в мире. И иногда они могли бы помочь им. Дальше все развивалось так, что представителями семьи, то есть как бы наследниками или держателями линии знаний или передачи могли быть и женщинами, и позднее все больше женщин стали художниками и стали рисовать. Итак, первые изображения Будды были созданы во время жизни Буддашки и Будда. Говорится так, что первые изображения Будды по разным источникам были созданы либо с тени Будды на стене, либо с изображения Будды, с отражения на поверхности воды. Два варианта происхождения изображения Будды и мы проходим. Либо от тени, либо от отражения Будды на поверхности воды. Мы получили первые изображения Будды, которые были созданы. Но потом, это было построено. И в стиле Камакари-стиле появилось развитие. Менри-уменри, комбинация Камакари. Таким образом, мы получили различные стилы. Позднее разбились несколько стилей изображения Будды. Первый тибетский стиль называется Менри. Позднее появился стиль Кадри. От их соединения комбинации появился комбинированный стиль Менри и Кадри. Дальше это развивалось. Позднее сказать, что, да, вы можете спросить, почему, скажем, в определенной Будды смотрят в таком виде. Это может быть в виде, которую мы видели в мечте, или в таком виде. Таким образом, какие-то имиджи могут быть развиваны. Так же, что касается самих изображений Будды, как бы их имиджей, иногда они происходят из чистого видения какого-то практикующего, или, допустим, он видел во сне. Тогда это, можно сказать, это его озорение, его видение. Допустим, появились вот таким способом изображения Будды. Таким образом, это никогда не является самодеятельностью самого художника, а всегда соответствует традиции, как должен выглядеть имидж Будды. Это последняя вопрос. В следующие дни нашего курса будет много возможностей задать вопросы. В следующие дни нашего курса будет много возможностей задать вопросы. Спасибо за это. Спасибо. У нас есть представительные вопросы. Можно технические вопросы. Что надо выбрать? Технические вопросы. Технические вопросы. Панчеты рекомендуются собственные, как можно сказать, если вы используете бумагу побольше, например, 30 на 50 сантиметров. И также вы можете написать книгу, потому что вы можете написать. И хорошо иметь в оклонной записи тетрадочку, потому что хорошо, что то, что вы слышите, еще записать. И те, кто будет продолжать живопись на холсте, то они уже все знают, что могут принести. И продолжающие принесут уже свои работы, полуготовлены. Так что, начинай воскресенье и переделай у нас неделя курс. Я не могу сказать, что у меня была очень плохая операция. Я не могу быть там полностью. Так что я могу выбрать, даже когда я устраиваю, мне нужно выбрать, чтобы лежать или что-то. Я хотела бы еще немножко заметить, что у меня была операция, до сих пор еще идет период реабилитации, поэтому, может быть, не все время непрерывно я могу присутствовать. Иногда бывают моменты, когда мне, не знаю, но тут надо лечь и полежать на свадьбе. Но теперь уже у меня достаточно учеников, которые за меня могут продолжать сделать право. Это здесь. Сим, это. Хорошо. Увидимся чуть позже. Нашествие, любопытство, туризм и так далее. Сейчас все в другом. Сейчас уже до Тибета проложено изумительно совершенно на уровне американских дорог. Это, конечно, стратегическое начало у Китая. Идеальные дороги. Туда можно просто пронестись на машинах и по каким-то отдельным местам все туда. Все осложено. И каждый год туда куча со всех сторон мира приезжают туристы. И вот этот фильм, как бы, посвящен не только, я говорю, вот этим гору, которые сами по себе потрясающие, но было бы… Вот я, когда я начинал делать фильм, я просто даже фастерялся. Не знаю, что делать с этим гору. И как из этого сделать фильм, пока как-то через какое-то, ну, как себя, когда что-то начинаешь, тут очень трудное идет начало. И только уже пройдя вот этот период некоторого вхождения, концентрации, вдруг что-то начинает рождаться. И здесь вот были какие-то… Когда начинаешь работу, там идут сами по себе какие-то подсказки. Вот сейчас вы увидите здесь пронет над этой совершенно уникальной плосководией. Вот Тибет весь… Йога не северный, Тибет… Северный Тибет немножко другой. Это Секим, Ладак, относящийся в те годы к Тибету. Там и деревья, горы, но с растительностью. Это совершенно другая страна. Вот этот Тибет… Эта плита на протяжении двух тысяч километров поднята на высоту четыре тысячи восемьсот метров. Вот представьте себе, какие были задействованы силы Земли. Вот чтобы эту плиту в две тысячи километров поднять на четыре тысячи восемьсот. И только тогда уже начинаются вот эти вот горы. И шесть тысяч, и семь тысяч, и вернее восемь тысяч и так далее. Вот только с этой плиты. И поскольку на такой высоте находится плита, там нет никаких деревьев. Так. Это пустынный пейзаж каменистый. Земли тоже нет. Вот такой слой земли, на котором растут чахлая травка. Все – камень и небо. Вот что такое вот это тибетское плосковолье. Это суровейший градус. Мы были там в конце мая, начало июня. И уезжали до сих пор. Ночью были заморозки. Начинают заморозки на такой высоте, а летом, а днем. Ну, солнце светит. И где-то градусов 15, так, на солнце. Ветер очень сильный. Совершенно вынимающий душу иногда. И самое интересное, вот тогда солнце, по такому периоду было, оно в течение восьми часов ходит вот так вот в зените по кругу. Это как кольцо на пальце Сознательное. Вот так ходит по кругу, но в зените. И все время, я когда начинаю снимать портреты, фотографии, да, у меня все, а там все люди закрыты. Потому что солнце очень активное. Не дай Бог, вот так вот, вот так. Некоторые приезжают и начинают по незнанию ходить с головы в голову, не закрываясь от солнца. Очень быстро это все окончается печально. Там все в шляпу закрыли. Вот это вот некая, так сказать, какая-то верхняя головной упор. Поскольку солнце тянет, и сирене лежится в теме. Поскольку, я думаю, что это даже вот вечер, все равно все вот так. Оно вот так вот, все восемь часов ходит вот так вот. В зените по маленькому, по маленькому. И только потом резко начинает выдать. И вот здесь мы еще, вот. И это начало, это для меня, например, было интересно, то, с чего началось вот тот стиль, который для меня оказался возможным. Вот это пролет на дату этого станка. Это графика. Это как бы самолет идти на высоте пятьсот метров. Это там пятьдесят или сто метров. И вот длинный пролет, потому что это бесконечное пространство. И вот гадай. Такой график. Как это снято все с Роспула. Другая точка нашей Земли. И когда ты начинаешь курсор, сначала ты сверху и все это видишь, но потом уже спуститься, и от курсора начинаешь ходить. До момента, пока эти квадраты, они все по квадратам сняты. И эти квадраты возникают. Вот как бы я в перспективе вижу квадрат, я начинаю в столе ходить, квадрат исчезает. И впечатление такое, что это пролет, ну, где-то высоты сто метров над таким пластовым. Вот когда у меня это нашлось, там мне сразу многое стало понятно. И еще какие-то понимания. Здесь вот, когда в начале картины там гимн Бога, религии Бога. Гимн Солнца, Земле. И там есть кадры, когда звезд спускается тихий свет. Как я вот рассказывал, это сказочная ситуация. Ночью, когда выйдешь, звезды, меня поразило, созвездие Большой Медведицы выходит из-под земли. Вот так горизонт, и из-под земли ярчайшие там ритки, там уже чистейший воздух, разреженные пространства. Звезды, как сказочные, они вот такие огромные. И выходит из-под земли Большая Медведица. У меня так это поразило. Сказочная ситуация. Вспоминаешь Рериха. И вот тоже сказочные картины, которые кажутся сказочными. На самом деле это вот реальность такая. Высокоборные, разряженные в воздухе, где настолько все обострено, и совершенно в другом вот этого флера дымки, флера атмосферы, там этого ничего нет. Совершенно в другое. И здесь я попытался это сделать чисто комбинированно. Ну хорошо. Давайте начнем. Вы увидите сейчас это со звездами, это комбинирование. Почти такую же реальность, как и тот реальный. Население созвучно в окружающей природе. Из пророчества оракула иного мира. Во временах, еще до начала времен, когда оранжево-красное солнце было совсем юным, а человек был все еще окутан туманами солнечного бытия, ни один звук не нарушал полнейшую тишину. Ну вот, прозвучала свеча. Против ласты там можно остановиться. Там есть места как-то тут. Некоторые, небольшие освежители, и там остановиться, готовиться к следующему этапу. Следующий этап. Проходит, я только этот этап прошел. А уже вот тридцать километров вокруг Кайласа через перевалы, я, конечно, прошел полностью. Это достаточно трудно. И проходит это за два-три дня с ночевкой на перевалах. Технически осуществляется так, что группа какая-то с пяти-шести человек, как правило, их сопровождает шерпы, телевцы, которые несут помадки, весь груз. Туристы идут, солью, и налегке с аппаратом. Вот, тем не менее, за два-три дня вот эти тридцать километров вход, и они возвращаются в эту точку, абсолютно выше. вот этот туристический горожок так чья-то называется. Так что вот этот, вот понимание, вот этот маршрут, большие ребята, очень подходили, и я здесь использую те фотографии, те видеоматериалы, которые вместо меня сняли, те, кто прошел. Я здесь пишу правильно. Так что это... Вообще там тяжелое пребывание на высоте само по себе. Вот, чуть-чуть торча, это пять тысяч тысяч рублей. Вообще там, все двадцать тысяч рублей на этой высоте лежат. Ну вот, мы говорим, что в принципе, туристических, много мест. Одинство, они идут, вот опять, и до этого места доходят за четыре-пять дней. Ну, потихонечко адаптировались по пути. Я был с группой, которая, повторяю, там, за четыре часа, поднялась с разумом на высоту, на пять тысяч три месяца, и все, больше на них запускались. Поэтому адаптации никакой не было, и мне было уже тяжело. Я практически, из двадцати одного дня, шестнадцать дней, я очень плохо себя чувствовал, и еле, еле смело. Ну, можно так сказать. А народ, молодой, он легко преодолевает сети. Легко, легко двигается, потому что этого давления там нет, и так в нормальном возрасте достаточно прилично проходит. И женщины у нас там были, даже не столь молодые, но лет сорок, так, спокойно, там те волочки шли. Поэтому по круговому маршруту на три-четыре дня они ходят. Это вот, что касается, сейчас очень много туристических агентов, которые продают этот билет Анталис. Они относительно дорогие. Вот наши экспедиции стоили около 1500 долларов. Прям такая дорогая. Дело в том, что берутся вот джипы. У нас было восемь человек, это четыре джипа. Три джипа на на туристов и один джип для этих шерпов, которые едут вместе. И все восхождения они участвуют, несут. Есть туристические детства, которые берут лошадей и ребят. На них тоже плавают брус. Так вот все туристы на реке. только с аппаратурой и ничего. Само по себе бытовая там ситуация, конечно, не европейская, прямо старых азианская. В этом городке есть гостиницы, есть рестораны, там много питания, все есть. есть, но там, останавливаются туристы, там никакого отопления нет. Это одноэтажные несколько рядов домики, в которых помещается почти пять человек. ночью, я говорю, минусовая температура и достаточно прохладно, но мог одеяло спать нормально. Туалет общий, выгребная ягода, цементная и все, никаких удобств. Все берут с собой эти самые спиртовые какие-то штуки, сухо всякие продукты, картошка, кашка, чай, все таким образом питается. И когда идут, то же самое все. Все это там происходит. В этом причине рестораны и очень два или три ресторана на русском языке написано там, а сейчас русский будет. Много сувениров продается. Интересные сувениры и древние. Есть и такие бижутеры и всякие, но очень много камней, бирюзы, очень много натуральных продается. Достаточно недорого. Вот как бы так. какое время лучше это? Ну вот, как правило, в то же время, когда я говорю, как раз четвертый месяц, праздник Будды, день рождения Будды, это конец мая, начало июня. Конец мая, начало июня. Этот праздник продолжается. Те люди, которые соблюдают вот эти тилетские обычаи, он верит в них, то есть говорится о том, что один на каком за три считается и так далее. У тилетцев для них это важно, потому что они накапливают благою карму, чем больше они обойдут этот прявост, тем ближе они будут. Это вот это и есть вот эти вот соединения древние тантры с гузизмом, которые никаких внешних ритуалов вообще не имеют. Но вот там у них очень много и Будды тоже ходят, представители этой религии, их достаточно много, и они обходят только в обратную сторону. Все нормальные ходят слева до права, Будды ходят с права. То есть у них есть там правосторонние обращения это нормальные слевастики, левосторонние это мозговые слевастики. Здесь вот говорится, ну, это там вот здесь есть рассказы. Олег Федорович, вот еще один маленький вопрос, как говорят, на пять минут, хотя, наверное, этого мало. Как Вы познакомились с Леменом Степановым, Митусовым? Да. Ну, я говорю, в Кайласе я вообще никогда не знал, что существует такая гора, до момента, пока вот в 2011 году я впервые у меня показали артов альбомы, и у меня поразило просто, визуально поразило, поразило. А поскольку для меня всегда существует как бы только творческий интерес, мне очень захотелось снять фильм. вот вот честно скажу, что если бы не фильмы, мне туда бы даже туда и не поехали. У меня бы полозов уже не в этом как бы судили. Куда бы человек не уехал, он все равно остается сам собой. И все происходит внутри человека, где бы он мне находился. И внешние все части, они могут только чуть-чуть помочь, но не более того. все равно остается внутренняя работа. Поэтому для меня это не представляло такого туристического интереса. А вот туристический интерес представлял. И когда я вот так выразил желание автору этих альбомов, это воронежский такой любитель, совершенно не специалист в этой области, но тем не менее банковский работник, который ежегодно в течение 11 лет ходит на Кайлас. За свои деньги издал два фотоальбома, книгу в 400 страниц с названием на тибетском и на русском каждого ручейка, камня, долины, всех гор. Вот такой вот у него крыжа в этом деле съехала, и вот по-прежнему. Это его голы. Вот я когда его уволил, загорелась этой мысль, снять фильм. Ну, поскольку я на пенсии, я не мог потянуть этого по финансовым делам. Я ему предложил, если вы меня возьмете с собой, я вам сделаю фильм. Так он договорились. Он у меня взял из себя денег, я его взял, потом фильм. Я был второй, и он второй. Так же. Таким образом. Ну вот так, я говорю, просто уже по своему возрасту мне бы, ну, приходилось в голову, так просто по мне показалось. Ну, это субъективный момент данного возраста. все. Олег, все-таки про Людмилу Митусову. У меня вопрос. Людмилу Митусову. Как вы познакомились? А вот с Людмилу Митусову. Мы познакомились на картине, которую снимали в 1973 году у Людмилу Митусову. Николая Константиновича. Естественно, все связи, которые были тогда живы, и семейные связи, и духовные связи, потому что очень много было прибалтийцев, которые начинали движение Рерихов, оно вообще говорило по всем, кто знаком, вот с письменами, которая вела активную переписку с этими обществами, рижскими обществами, так далее. Карат Феликсович, сын знаменитого Феликс Денисович. Он же был и врач, и сын его тоже был замечательный врач. Мы с ним знакомились, в том числе, когда мы уже снимали непосредственно Святослава Николаевича, который для этого фильма приехал сначала в Москву, потом в Питер. Естественно, он как с родным человеком встречался святой вороны. И мы снимали и там познакомились. И дальше, я не знаю, нам она очень понравилась, изумительная совершенно, такой духовного, древнего, дворянского содержания человека. И это видно было по всему. Настолько это культура, дух, она передается. Так же, как сейчас я собираюсь сделать фильм в Лаванской, ее вся дословная это вся олинии матери, это князиат обдорогих, это вся княжеская формула. Из них известнейший князь Михаил Черниговский, который сложил в Золотой Орде, не предав христианскую веру. И от него остался нательный крест, который передавался фамильно, он до сих пор где-то существует. По линии отца это все княжеские роды немецкие, гермальные. И здесь на это очень прореализовывали, это настолько культура и внешняя совершенно духа, поэтому у нас очень теплое отношение остановились. Но пока мы снимали, там чуть ли не каждый день бывали, Святослав, а ровно хотели останавливаться, в гостинице, но поменение ежедневно пребывал в этом доме у Митусовых. И дальше, естественно, совершенно, вот когда уже в 2002 году делали фильм, начинали делать фильм о Юрии Николаевичу, это звезда Витусова, то опять мы приехали в Питер, снимали Витусские парнии. Вот сейчас эти съемки, эти кассеты, вот я передал Володе, слава Богу, что ситуация возникла такая, когда я сюда приехал, потому что у меня в голову не приходил, я же по музейному они у меня лежали, лежали, весь день, могу сказать, а здесь это уже музейный материал. это все эти кассеты, которые успели снимать, длинный, длительный, содержательный рассказ Витусовых обоих для сестры на своих воспоминаниях, родственных связях о детстве Юрия Николаевича, о детстве Святослава Николаевича, все это он сейчас придает. Скажите, Олег Петрович, а вот еще у Вас был друг, он уже ушел из жизни, Валентин Квас, да? Да, Валерий Квас. Валерий Квас. Да, замечательный оператор, работал на киевской студии Дорженко, тоже знал премию операторской. Абсолютно человек как бы не от мира сегодня он и не вписался в эту нашу среду с очень мощным такой вот засловлением прежних каких-то духовных достижений и он так и не вписался в это по-настоящему как бы не раскрылся как раз но совершенно потрясающий фильм и мы вместе так прожили всю так сказать всю жизнь Валерий Квас. Валерий Квас. Валерий Квас. Валерий Квас. Валерий Квас. А такой вопрос вот а Вы читали живую этику с Людмилой Степановной вместе? Живую этику Вы как-то знакомились у нее? Нет мы гораздо раньше с живой этикой мы познакомились с Янечем это в шестидесятом году сразу после института именно в Киеве я приехал туда ушел со студии Носковской студии просто чтобы самому снимать на Довжанкове к своему товарищу и там прожил несколько лет снимая фильмы там уже как оператор там мы познакомились через людей которые имели связь с вот этой группой одной из групп которые контактировали с цели это в данном случае это был такой вот человек Михаил Цезарович Пурга так у него фамилия старовряческая фамилия он из иммигрантов да он из бывших советска он жил в Калининградской области советска а до этого он был в Харбине да 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 вот он это один из таких вот через него мы там посылали мы их переснимали на фото основу отсылали вот так и связь была я к нему ездил в Советск Это была такая вот старая мощная инфарктия, которая шла прямо непосредственно от этих первых рельефовцев. Интересно. А дело в том, что там ведь еще Ельцов, вот такое имя не звучало, Ельцов. Нет, я не встречал. У него был другой друг, на котором у вас к нему был. Также мы как бы вот этих людей, вот Свердлов, например, совершенно потрясающий тип, который перевел в Хакават-Гиту. Акадечник Свердлов, да? Да, лучший перевел в Хакават-Гиты. Совершенно изумительно. Он важную перевалил до войны. После войны у него исчезли куда-то эти самые. И он заново все перевел. Он жил, он, так сказать, Ош. Это Киргизия. Ваши, и мы туда тоже к нему ездили, с ним встречались. И этот человек тоже был совершенно уникальный. И в этой, что самое главное, в этой Хакават-Гиты он дал, как он врач, как тоже, он дал такие медицинские сопровождения всех логических упражнений, которые в Хакават-Гите все они назвали, перечислили. И у него были комментарии чисто медицинского характера. Как это все делать? Это очень интересно. Интересно. И еще можно один вопрос? А как Вы познакомились с Эленой Атантовой? Ну, это вроде их исплетело. Я уже, к сожалению, у меня жизнь уже прошла. Вот такая, естественно, жена, с которой душа, 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 любви. Она умерла. А с Эленой познакомился еще, когда у меня и жена была живая, но вот на этих русских всяких вот таких встречах мы приехали в Петербург, на этот самый, в Извар, который тогда только восстанавливался. И там показывали фильм, который уже сделан был. Извара мы тогда снимали для фильма, мы делали макет Извара. И ставили его просто в какую-то глупую, в святую, красивую. Такова она была, она была полностью. И вот тогда показывали фильм, там уже молодая группа была. Организован был музей. Тогда вши наш групп был Владимир Росов. Тогдаши, вдруг, сегодняшний, вдруг. Ну и не ва. Владимир Росов был предназначен как бы директором этого строящегося музея. Ему уже дала книжечка, которая нам досталась, или нет, Андреевна досталась от Быстрова, который был консулом, был Чим. При переходе границы вот этой экспедиции, когда Рерих переходил границу из Китая в Советский Союз, Елена Ивановна оставила мне много вещей и какие-то записи быстрого. И сказала, вы найдете когда и кому нужно будет отдать. И когда мы вот снимали этот фильм, естественно, все, кто был задействован в каких-то контактах с этой группой, Рерих, с которой была, мы, естественно, вышли на госту. Мы его снимали, он нам сильно говорили на фильм, и он передал Андрею на какие-то вот туши, туда оставил Елена Ивановна, в том числе, пушечку, записи от учителя Юрия Николаевича Рериха. Его двадцатые годы записи, очень интимного, интересного характера. И тогда вот, чтобы как-то музей развивался, Рериха дала на время эту мышечку к музею. Тогда была эта музей, и такой вот был. И там я познакомился с Амиром. Первый раз, но потом уже много раз встречались, и даже меньше знакомиться уже, когда я... Уже у меня умерла жена, я какое-то время давно уже в один запасе, у Леонида Андреевна, естественно, продолжали, если там уже была Лена, как Леона. К Леона, Крестница. Да. Крестница. И какое-то время мы там тоже долго были. Я не сразу шел на... Истинно, искренне говорю, не сразу шел на молодого человека. Знаю, что все-таки молодость есть молодость, и тут чревато многими какими-то для меня не очень хорошими делами. Но в конце концов, видимо, карма такая. В конце концов, ну, когда она мне первый раз предлагала снимать фильм Рома Кришна, я тогда был занят, я не стал, надо с тобой со своими словацкими какими-то там, друзьями. А вот фильм, уже кончив философский и защитив диссертацию по Шанкарачаге, вот тогда я уже поехал с ней снимать этот фильм в Индии, первый раз в Индии поехал, на несколько месяцев, месяцы, четыре. Я говорил, что философ Шанкарачаг обосновал в своем монастыре Крестопразе на крайних точках. Крайний север, друг, крайний запах, поэтому пересекать Индии приходилось вот так, крестообразно, почти все и не было. Юг, и восток, и запах, и север. Ну, и вот эта такая поездка совместная, она, в общем, среди нас. И дальше уже мы как-то, мы будем, как мы уже желаем. Таким вопросом. Какие-то вопросы с даем. Сыну уже 15 лет в Ярославле. Да, ярославле уже сейчас пытаться фрукты, я вам скажу, вот еще. Вынес он, вот он в двух, 40-летнем возрасте, он славит. Мы снимали полотанку. Вот в этом фильме тоже он был в одном камере. Да, вот он здесь вот, когда вот это идет, по этим, по Этрее, огромные, я бы, скажи, статуи с ног до головы, и он в маленькой детской голове просто для масштаба его ставим, это просто интересно. Ну, так он, скажем, здесь и прожил, и все это время. Совершенно с детства никогда не ел ни мяса, ни рыб. Так и сейчас продолжается решение. Вот в школе, там, завтраки, там, заводят. Я говорю, ты хотел бы, пошел туда, там, вот быть, хлеб, булку съешь, или банан, или там, там, парень, стыдит, в школе, в классе читает. Совершенно. Спасибо вам большое. Все, спасибо за все. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо. Спасибо вам за восприятие. Это очень ценно, потому что, я знаю, специально, когда я это делал, мне интересно было, как разные люди смотрят этот фильм и показывал, я знаю, что человек совершенно не в этом, и он весь материй, для него это как нудный пизаж. Мне интересно, как это плитнется, и многие, вот там, скажем, одна дама, которая, я знал, как поехать в Минск, мы там снимали «Воевая картина», но у нас была на картинах «Визита». Потом я ее наблюдаю.